Красота, гармония, здоровье. Если вам знакомы эти три слова в теории, но вы не знаете с чего начать, чтобы совместить их воедино на практике, советуем познакомиться с искусством тайцзи цюань. Тайцзи, полное название тайцзи цюань, в переводе означает кулак великого предела. То есть это древнее, одновременно боевое и оздоровительное искусство. Оно относится к большому разделу ушу, это китайское воинское искусство, у – воинское шу-искусство. Само название тайчи, чи, ци – это как бы энергия, ее можно ближе всего понятнее ассоциировать с дыханием воздуха. Воздуха или праны внутри человека. В 2005-м произошла знаменательная встреча для Олеси с китайским мастером по тайцзи, чуть позже начались групповые занятия. Для меня в первую очередь это искусство. Но искусство – боевое искусство. У него есть прикладное боевое значение, оно отрабатывается в парах. Но оно построено не на агрессивном нападении, а больше как на взаимодействии. То есть как на мягком, гармоничном взаимодействии с партнером. Поскольку мы взаимодействуем друг с другом в мире постоянно, поэтому это просто как бы направлено на гармоничные отношения, построение гармоничных отношений. У тайцзи Цуань долгая история, длиной почти в 500 лет. Оно было изобретено даосскими монахами как боевая практика. Но в современном мире востребовано в качестве эффективной оздоровительной гимнастики. Для меня, что касается, это имеет значение общие оздоровительные упражнения, которые не имеют возрастных противопоказаний, и которыми нужно заниматься систематически до конца моей жизни. Таким образом я пролю свою жизнь до 90 лет, я планирую. Само искусство, оно, получается, имеет как бы оздоровительный эффект, потому что в процессе занятий нагрузка идет на опорно-двигательный аппарат, то есть движение приходит в все суставы, это забедренное, колени, голеностоп, позвоночник, постоянно в разное направление двигается, скручивается. И на работу с дыханием, а также на сердечно-сосудистую систему, то есть человек получает нагрузку физическую, но сердечный ритм остается в норме. Поэтому это очень полезно для, особенно старшего поколения, для тех, кто заботится о себе и помнит о здоровом образе жизни. Помимо всего прочего, тайцзи – это искусство быть наблюдательным и гибким по отношению к своей природе и внешнему миру. Непосредственно на занятиях, основой наших занятий является изучение базового комплекса тайцзи-цюань, называется «24 формы». То есть это очень молодой комплекс, который изобрели китайцы последние 50 лет, они просто собрали все базовые упражнения в один такой короткий комплекс, состоящий из 24 форм. Ну и китайцы свои упражнения или движения они называют образно. То есть часто они как бы ассоциируют их с движениями зверей, животных. Вот, например, большой беложуравль раскрывает крылья, или змея, ползущая в траве, или обезьяна, играющая с апельсином. Мне привлекло то, что это происходит очень красиво, что как будто бы мы превращаемся в природу и, например, там, тигром себя представляем, или змеей. Не стоит строить китайскую стену между своими желаниями быть здоровым и красивым. Раскройте свои крылья, как большой белый журавль, и будьте по-настоящему счастливы. КОНЕЦ